Были разные варианты. Я рассматривал разные варианты изготовления корпуса. Значит, Сергей предлагал из шины обогнуть вот такие кольца сделать и просто оцинкованным железом прикрутить оцинкованное железо. Это как бы рабочий вариант, довольно простый вариант, но я согнул кольца, примерил к этому ветрогенератору, посмотрел, даже, кстати, железо купил, есть. Ну, как-то оно больно колхозно, это все смотрится, плюс железо будет входить в резонанс, и это даже зашумованное железо, оно бренит и довольно так серьезно бренит, потому что даже стеклопластик издает иногда такие вот брещащие звуки, ну а металл тем более. В итоге, в общем, все это я откинул и все же решил клеить стеклопластика. Значит, были попытки свернуть в кольцо вот эту жесть, но это реально бумага, то есть железо 0,5 миллиметров, ну по факту здесь, я не знаю, хотя бы 0,3 было, то есть оно фактически бесформенное получается. В общем, оставил я эту затею, взял обычные ДВП, ну вот такой вот толстый кордон 4 миллиметра, согнул вот такие вот кольца, к этим кольцам изнутри, вот видим, прикрутил это ДВП, подогнул, в общем то, что, в общем, примерно сделал тот размер, который мне нужен. То есть это верхняя часть и задняя часть. Вот попробуем выклеить вот эту часть, далее лишнее обрежем, выклеим переднюю часть. Собственно, что с этого получится, я еще не знаю, но у меня был такой уже опыт по изготовлению подобного корпуса, это ветрогенератор Бизон, там также был огромный корпус, ну вот чуть-чуть поменьше, но корпус довольно-таки большой был, тяжелый, но там я делал как, там я изначально из ДВП делал корпус, вот какой он есть, и поверх этого корпуса уже оклеивал стеклоткань. В итоге получилось, что, ну вот эти раковины, в общем, шпаклевки ушло больше, чем то стеклоткани. Здесь я решил все сделать кардинально наоборот, то есть, чтобы по минимуму шпаклевать, там как-то выводить, решил, что буду выклеивать изнутри этот корпус. Ну тогда, то есть мне нужно то наружная часть, а не внутренняя, поэтому будет выклеен, ну понятно, где какие зяны, они по-любому будут, это все зашпаклюется, покрасится, это все ерунда. По сравнению с тем, если клеить это все снаружи. Еще раз повторюсь, я не знаю, что с этого получится, возможно еще и потому, что бывает так, что делаешь-делаешь, в итоге это все выбросил и делаешь совершенно по-другому. Но в данном случае я уже натер разделительную пасту, кстати, разделительная паста это баночка заводской, а разделительная паста это та, что самодельная, которую я показывал у себя на канале, как я ее изготовил, особенно на вот такие большие объемы, ее не жалко, довольно дешево обходится и паста работает исключительно. Даже если что-то там недотер, прилипнет, ну это уже ерунда, то есть мне эта форма не нужна. Все это потом затрется и все будет нормально. Так, ну в данный момент сейчас нарезаю стекломат, стеклоткань. Не знаю, сколько я там получится, как так получится. Ну для начала хотя бы пару слоев сделать, чтобы была форма. А далее уже изнутри можно это все усилить, выклеить, сколько там нужно будет, сколько и выклеим. Главное сделать начало. Потому как сразу, если укладывать много слоев на такую высоту, то эти слои отпадут. Значит, начался процесс выклейки корпуса. Но за один раз, даже один слой, выклеить не получается. Потому что, ежели я переверну этот корпус и начну клеить вот эту сторону, то вот эта сторона, она просто отлипнет и упадет. Ну потому что форма смазана разделительной пастой. И вот этот стекломат, который я положил, он практически ни на чем не держится. То есть нужно подождать, покуда он даст какую-то схватку. В общем, сделал вот эту сторону, один слой. И до половины вот эту сторону. Теперь выжидаем подсыхания и будем клеить вот эту половинку. Ну а далее уже будем клеить полностью за один раз. Ну, собственно, на данном этапе этот корпус выглядит вот так. Все лишнее обрезал. Ну, покуда что, все нормально. В данный момент сейчас будем клеить вот эту переднюю часть. Значит, почему я ее изначально не клеил? Ну, во-первых, будет неудобно укладывать стеклоткань. Потому что так у меня больше доступ. А, во-вторых, вот эту переднюю часть сделать, уже когда все выклеено, намного проще, чем городить вот здесь непонятно что. Во-первых, я уже примерил корпус. Подрезал еще 10 сантиметров. Корпус должен быть по размеру генератора и его вспомогательных агрегатов. В итоге процесс выклейки передней стенки да проще простого. Вот такая с кровати ДСП. Нанес разделительную пасту. Просто поставил. Сейчас вот так вот выклеим. Но смотрю, корпус сначала внутрь сводится. Поэтому сейчас вот здесь вот какую-то рейку вырежу. И немного его раздвину, этот корпус. Чтобы он был более-менее ровненький. Видим, как работает самодельная разделительная паста. Все распадается. Здесь уже струбциной зажал. Собственно, не будем ждать мы сутки. Прошло... Да сколько прошло? Ну, часа пять прошло. Может быть. Сейчас попробуем это все отсюда сорвать. Затем вот это все отсюда отодрать. А, оно уже все. Оно само содралось. Так. Значит, что у нас получилось? Ух! Здесь у нас красота. Все это зачистится. Сейчас вот это все отсюда удалю. Ну, да. Разделительная паста работает. Очень даже шикарно она работает. Если я так одной рукой не напрягаюсь. Здесь что-то такое прилепилось. Оно все отдирается. Так. Ну, и вот такой вот у нас получается домик. В общем, разметил и с помощью термоклея сделал вот такую форму для выклейки поддона под мой корпус. Значит, для выклейки использовал ДВП. Причем, повторно использовал это ДВП, которым я выклеивал вот этот основной корпус. В общем, порезал его на куски. И вот так вот это все получилось. Здесь объем поменьше, чем в основном корпусе. Поэтому думаю, что можно выклеивать это все за один раз. Утро следующего дня. Ну, вот так вот страшненько выглядит поддон. Сейчас мы это все обрежем. Ну, и потом посмотрим, что с него получилось. Значит, для крепления верхней и нижней половинки корпуса, ну, можно было обойтись просто вот закручивая саморезами в нижнюю часть корпуса. Но все же я решил заморочиться и сделать более надежным крепление. Значит, на нижней половинке корпуса, на поддоне, решил сделать вот такие отбортовки. И такую же отбортовку потом относительно этой мы сделаем и на верхней половинке. Просверлим отверстие и буквально там тремя болтами с этой стороны и с противоположной будет крепиться корпус. Кстати, благо, что в свое время заморочился и на столике сделал колесики. Теперь можно работать без проблем с двух сторон. То есть, отодвинул столик, можно работать с этой стороны, можно работать с этой стороны без напряга. Утро третьего дня. Ну, так выглядит красиво. С этой стороны, с этой стороны. Сейчас все это срываем на бортовку и смотрим, что получилось. Вот так вот. Крабль. Снял от бортовки. В общем, довольно так шикарно получилось. Значит, толщина будет, ну, когда все зачистится, около сантиметра. Все ровненько с этой стороны, с этой стороны. Во-первых, эта жесткость еще больше придало вот этому корпусу. Во-вторых, будет надежное крепление в верхней части. Теперь главное, чтобы нижняя часть без проблем состыковалась с верхней. Сейчас мы это все померяем, потом уже будем зачищать. Ну, что примерил корпус, стыкуется, ну, бомбезно. Есть место для выклейки второй такой полочки для крепления. С этой стороны, с этой. Ну, в общем, выглядит шикарно. Как это будет выглядеть на самом ветрогенераторе, но это будет чуть позже. Относительно первой сделанной полки на нижнем поддоне делаю отбортовку под ответную часть, под эту полку. Как видим, часть отбортовки я уже сделал. Ну, а теперь, вот здесь, чтобы ничего не пристало, намазываем разделительной пастой. Причем, вот здесь уже надо постараться, потому что если верхний корпус прилипнет к поддону, ну, тогда только как-то разрезать. Ну, собственно, все уже подзастыло и пытаюсь сорвать. Так, ну, не скрасиво-то все, а как вот здесь вот. Ну, будем надеяться, что я смогу это разделить. Значит, разделитель свою работу сделал, рассоединил без никакого напряга, только поддел ножичком и все. И это все, все само отскочило. Так вот выглядит корпус этого лебедя. В общем, он максимально защищает от попадания влаги внутрь генератора. Сделано все в замки. Ну, то есть он никуда не смещается. Ну, плюс, конечно, еще, соответственно, крепится болтами. Здесь козырек, который предотвращает попадание влаги через трос, который выходит с генератора. Вот так вот это все выглядит. Ну, в общем, выглядит очень достойно, как на меня. Поддон покрасил коричневым цветом, ну, а сам корпус будет белым. А далее все очень просто. Легким движением руки. И в итоге корпус без каких-либо проблем перемещается на ветрогенератор. В общем, вот так вот он выглядит. Ну, как на меня выглядит довольно достойно. А на этом все, друзья. Надеюсь, это видео для вас было интересным и полезным. Всем здоровья, мирного неба, побольше позитива, побольше альтернативной энергии. И кому интересно, подписываемся на канал и ждем лебедя на ветре. Всем пока и до новых видео.